Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала, а также зрители, случайно заглянувшие. На кто заглянул, оставайтесь. У нас хорошая дружеская компания. Вот, что хочу сказать. Сегодня у нас 14 июля уже. Середина уже лета. Вот такой пейзаж у нас. Смотрите, цветет Иван-чай. Небо голубое. Вчера дождь был. Сегодня, кстати, тоже обещают после обеда. Так, а дорогу я иду. Сама не знаю, куда. Путь держу. Позвала меня. Даль светлая. Не сидится мне дома. Дай где-нибудь походить, поболтаться. В общем, иду я, ребята, в лес. Посмотрю, что там творится после дождей. Может, какой гриб вырос. По слухам, кто-то чего-то собирает. Вот, думаю, пойду посмотрю своими глазами. Есть что или нет. Потом покажу. Пришла я в свой лесок. Вот, смотрите, что я обнаружила. Кто-то заготавливает Иван-чай. В мешочке лежат. Видите? Конечно, все истоптано. Ничего, наверное, нет. Бык каких-то сыроежек найти. Вон там, видите, везде Иван-чай. Какая красота. Дешево все-таки принимает. Прошлый год, по-моему, 14 рублей килограмм. Везде, везде свалка. Везде свалка. Вообще, я борозил народ. Заготавливаю не хочу, да? Вон, какая полоса идет. Вот, Иван-чая. Красотень. Грибов нету. Тут столько дождей было. Почему-то гременеться, еще спит. Интересно. В Подмосковье там за белыми уже ходят. Клевер. Говорят, полезный клевер. Что-то заварилось. Да, в общем, душеньку отвела я. Сейчас по березкам еще пройду. И надо домой идти. У меня теплики надо всего не поливать. Десятый день уже не политы. А я вот тут вот решила сбегануть в лес. Смотрите, там что творится. Везде Иван-чай. Ну, с грибами, конечно, засада. О, еле выбралась из этого Иван-чая. Ну, следы есть, конечно. Тут проверяли, может быть, кто ходил за этими, за травами. Вот набрела я. Думаю, надо нарвать. Веробои. Раньше собирали и чай заваривали. Очень вкусный был такой чай. Некрасивый, сушили. Вот такой зировой. Так, тут какие-то следы. Кто-то шел, видимо. Человек или еще кто. В общем, непонятно. Так. Ну, что я буду сейчас рвать травку. Вот такая вот красотень. Куда глаз не кинь. Вот, пожалуйста, заработок. Кто не ленится, собирай, не хочу. Недалеко от поселка. Нарвала зверобочеку букетик. Что, пойдут домой. Вот такой дороги. Проселочная. Вон там борщевик. Видите, какой огромный борщевик. Везде завоевывают. Ой, территории. Скоро все вытеснет. Этот вот укроп. Выше деревья будет. Разлетятся по осени зонтики. На много-много километров. Вон пижма. Скоро зацветет. За дороги борщевик. Сколько метров. Я метр шестьдесят четыре. Еще, наверное, столько же. Везде, везде, везде. Просеку вырубают из борщевика. Офигеть. Вместо лесов, вместо елок и берез. Борщевик. Как драва. Так, так, так. Смотрите, что я нашла. Вот шла, шла и нашла. Малинка растет лесная. Вот такая чудесная ягодка. Постречалась мне сегодня. Грибов не нашла. Но хоть немножко малинки пособирать. Сколько будет зеленой еще. Вон сколько еще много. Она еще только начинает расти. Краснеть. У нас в дожде, конечно. Наверное, червивая много. Ну, ничего. Сейчас пособираю. Посмотрю. Такая вот веточка. Красивая, прекрасивая. Вижу, вижу, вижу. Веточку красивую. Вот она. Смотрите. Прямо слов нет. Сейчас я ее соберу. Кто любит малинку? Все любят малинку. Очень вкусная. Простуда полезная. Хоть чаем. Хоть так есть. Хоть варенье варить. Хоть желе. Хоть с кефиром. Да, зеленой много еще. Ну, ничего. Местечко я уже здесь застал била. Сейчас соберу, что есть. И домой пойду. За спокойной душой. Хоть что-то несу. А он суп дому к нашему. У нас дом родной. Не знаю, что у меня там еще будет в этом ролике. Ну, наверное, может и закончу. Вот у нас тут детская площадка. Ребятишки там кричат. Вот так вот погода. Здорово, правда у нас? У меня снова продолжается и сладкая жизнь. Вот тут набрела. Когда ходила за грибами, грибов не нашла. Набрела малинки немножко. Вот набрала. Ну, вот варю. Чуть-чуть. В сковородке. Очень удобно, кстати. Вот малое количество варить в сковородке варенье. Запах, ребята. Это вообще не передать запах. Вот мамуля пришла. Мы тут с ней еще у меня клубнички побрали. Остатки. Вот это вот, как она, наверное, зимклуника. Видите? До чего сладкая вот она. Вот такая. Мелковатая, но сладкая. Вот. Что еще? Она мне принесла еще работы. Зверобой тут я набрала. Нам тоже сейчас подвесить куда-нибудь на просушку. Вот она мне еще что принесла. И далее. А то у меня работы совсем мало. Она собирала черные смородины у себя с куста. Вот. На, говорит, делай, что хочешь. Сладкая. Такая крупная-крупная. От свечи вот. А так она черная. Что-то кажется, как красная. Вот. Сейчас вот буду что-нибудь пересыпать. Песком мыть, пересыпать. У нас еще сегодня света целый день не было. В 6 часов только включили свет. Вот. Не знаю тоже, когда ролик загружу. Вон холодильник отключен. Отключила. Потому что целый день света не было. Надо полностью размораживать его. Аквариум только включился. Тоже не знаю, как там рыбехи. Надо вот. Вроде как все живы. Вот. Ну что. Вот. Варим варенье. Будем ролик монтировать. Кстати, варенье очень варится просто и быстро. Вот. Оно сейчас маленько тут покипит. Можно сказать, здесь и пенки-то нету, не образовывается. Вот. Берется на килограмм малинового варенья. Вот если на килограмм ягод, это что, 600-700 грамм я беру сахарного песка. И делю его пополам. Я с одной частью варю, а вторую потом просто вмешиваю. И получается как желе. Очень вкусное такое варенье нам нравится. Так что если чё, вот такой лайфхак. Ну, многие, наверное, может с ним знакомы. Ничего нового я не скажу. Ну, а кто-то новички. Конечно, вот, возьмут на вооружение. Ягода, конечно, вот разваривается. Очень спелая. Но это мне не принципиально. Это сейчас у нас улетит только в путь. Максим очень даже любит такой малинового варенья. Ну, красиво на варенье. Вот и всё стихотворение. Ха-ха-ха. Всем пока.